Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины, присоединяется к нашему эфиру. Николай Григорьевич, приветствуем вас. Добрый день. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, насколько серьезным является кадровый голод сейчас в рядах армии оккупантов Российской Федерации? Особенно в контексте интересной информации, которая появляется, согласно которой сейчас представитель или руководство РЖД российских железных дорог получило распорядку где-то найти 10 тысяч человек, которые готовы подписать краткосрочный контракт с российской армией. Ну, мол, если ты железнодорожник, значит, наверное, на бронепоезде должен служить. Ну, в первую очередь нужно сказать, что именно Россия исчерпала свои ресурсы уже к июню месяцу. Тогда как раз была заявлена пауза в отношении как бы перегруппирования, комплектации нового состава, а это уже была вынужденная мера. Как бы Путин там не рассказывал, что он там готов заходить Донбасс, Юг и дальше продолжать затяжную войну, но резервы исчерпались. Самое главное, что было ударило, это, конечно, отсутствие подготовленного боевого состава. Вот я говорю прямо, офицеру, младшему, среднему и даже высшему звенам. Тогда элитных частей, мы помним, как уже они брали из Дальнего Востока морскую пехоту, БДВ со всех структур, особые части специального назначения, и они были разбиты в Украине. Многие, так сказать, ради перехвата и наша разведка четко указывала, что просто целое подразделение, 80%, 70% или целые роты были уничтожены тут элитных частей. Соответственно, сейчас идет вопрос о замене. Но замене уже о подготовленных кадрах не идет. Почему? Потому что они готовятся, во-первых, с очень, так сказать, я прямо скажу, сильного человеческого потенциала. То есть и образование, и физическая подготовка, и мотивация, ну и, конечно, обучение и уже обкатка на фронте. Такого не может быть сейчас в ближайшее время вообще. Поэтому разные методы уже использовали. Давали загадание губернаторам, как мы помним, по каждой области сформировать батальон. В Москве и Санкт-Петербурге по три батальона. Давали указание службы о наказании, чтобы в колониях собрать именно десятки тысяч. Вышло там около тысячи человек, и то они все боятся идти на фронт отдельно, пока десятки пошли. Тогда наставили мишины, тогда уже всяких беженцев, которые там собирались, безработные, они все это поднимали и насобирали буквально несколько сот человек. Конечно, РЖД, это российская железная дорога, это воензированная структура. Несколько миллионов человек. И поэтому, как последний резерв, Путин уже поставил задание уже залезницы. Давайте соберем, так сказать, со своего личного состава. Где-то сократимы возможности уже работающих на железной дороге. Возможно, какие-то уже есть другие смешники. И вот на этой основе с нескольких миллионов человек хотя бы начерпать несколько тысяч человек новых военнослужащих. Но более подготовленных, более эффективных в боевых условиях. Скажу сразу, это не удается. Сейчас, по всем оперативным данным, люди практически не идут. Почему? Потому что на Луне какой-то там первой ситуации, первые дни, когда там обещали победы, все, так сказать, под фанфары, вот как будто еще какая-то час шла. Сейчас поняли, что идет очень мощь, надо сказать, уже перемалывание сил и средств. Около 50 тысяч только убитых. Если мы говорим в целом, так это где-то 120-130 тысяч уже исключено личного состава. По всем показателям, как там говорят по указу президента Путина, увеличение на 134 тысяч военнослужащих, это не та часть, которой она решит задачу, тем более они не могут это сделать сейчас. У них около миллиона 135 тысяч сейчас личного состава военнослужащих. Сейчас в строю 900 с чем-то тысяч. Это разный. Это обслуживание, это пограничники, это вся Россия. Это десятки тысяч километров и все регионы, и все границы. Обеспечить для этого нужно, я прямо скажу, 2 миллиона примерно нужно. Это я знаю хорошо все ситуации по Советскому Союзу, по России оперативные данные. Конечно, так расчленить Россию и бросить все войска на все направления невозможно. Тем более приоритетно на Украину, для того, чтобы проводить специальные операции и по наступательным направлениям, и по Донбассу захватывать, как он сказал, до 15 сентября заходить в Донбасс, и по югу контрнаступательные операции, и по Харьковскому направлению. То есть это практически нереально. Поэтому этот резерв, который сформирован сейчас, до 10-12 тысяч, 3-й армейский корпус, это уже с остатков тех, о которых мы говорим. Часть именно о мобилизированных областях, часть добровольческих отрядов с казаков, еще они там эту тему бросили, часть заключенных. То есть это неподготовленные, сильные военные, которые имеют мотивацию, самое главное, имеют боевую подготовку, и самое главное, готовы умирать на поле боя. Вот таких там чрезвычайно мало. Поэтому перспектив по мобилизации в них большой нет, а самое главное, те резервы, которые они подтянули, они не будут способны на таком уровне, чтобы решать задачи на отдельных стратегических направлениях. Например, в Херсонском сегодня или в Донецком, как поставят задачу Путину. Так, а скажите, как долго еще Путин сможет воевать вот в таком формате, собирая военнослужащих по ночлежкам, условно говоря, среди бездомных и по тюрьмам среди заключенных? То есть как надолго такой формат еще может растянуться, ну вот чисто физически? Ну, в первую очередь, секторально он будет попытаться решать задачи за счет элитных подразделений и более боеспособных. Это Донецкое направление, и сейчас бросают всю часть на Херсонское, Запорожское, боясь наших, так сказать, контраступательных операций. Это в плане только обороны. То есть, но дальше он будет пытаться потягивать вот эти все резервы неквалифицированных военнослужащих, но это в окопы. Это как раз будет окопная война. Я думаю, они готовятся к затяжной войне на зиму, и поэтому в данной ситуации пытаются закрыть, как мы говорим, все дыры и возможные направления наступательных операций. Уже наступать эффективно, вот мы говорим, в ближайшее время не смогут. Но мы сейчас активно отработали модель и уничтожение резервов. И вот эти резервы, которые мы сейчас говорим, вот мобилизировали, они очень мощно обесцениваются. Особенно мы знаем о Херсонском направлении. Уже есть официальные данные, о которых мы можем говорить, Южнооперативное командование, Минобороны, американские, британские коллеги, которые озвучены уже официально. Мы обесцениваем эти резервы постоянно. Поэтому они еще не успевают прибыть на поле боя или на фронт. Они как раз или уничтожаются, или очень жестко пресекаются в плане перемещения через мосты, через реки, через определенные, так сказать, очень мощные логистические цепочки. Поэтому в данной ситуации, я думаю, у них без пеки больших не будет. Но еще за определенного вала они еще будут держаться на определенных участках, пока мы не подготовим очень мощные возможности для наступления из новейшей техники вооружения. И, конечно, уже подготовленных, но высокомотивированных наших бойцов. Я думаю, что тут могут несколько сценариев быть. Они будут пытаться обороняться или где-то контратаковать. Даже ложа тысячи людей на Донецком направлении, потому что Путин жестко ставит задачи и сам контролирует, уже минуя министра обороны, все наступательные действия. Это будут большие жертвы вот этих всех, которые они сейчас бросают как топку жернова войны. Конечно, это будет подрывать основу. И россиян в целом, потому что мотивация будет меняться. Воевать уже, гибнуть большинство не хотят. Даже мы говорим по разным силам, за 55-65% уже против участия в войне. То есть не хотят в принципе идти. А те, которые призывают насильно, это не бойцы. И тоже под каким-то влиянием будут или сдаваться, или бежать. Поэтому в данной ситуации, да, мы еще будем иметь, конечно, проблему за счет того, чтобы под жестким контролем направлять их на войну. Они будут занимать определенные системы обороны, подкрепляя боевым техникам, еще, так сказать, артиллерийским вооружением, которое еще имеется в большом количестве. Но это не имеет перспективу. Это только затягивание процесса. Пока, так сказать, мы нарастим ресурсы мощные и не будем готовы к системно-наступательным операциям в одном из операционных направлений в Страдийском, а затем уже по другим направлениям, когда позволят нам освобождать территории уже в Страдийском, начиная, например, там или Херсонский, Запорозский, Карьковский или Восточное направление. Это уже будет задача более мощная и эти уже силы не удерживать рубеж. Самое главное, под влиянием очень мощных огневых средств, новейшего вооружения техники, ракетных возможностей и, конечно, подготовленных частей вооруженных сил Украины, это уже будет новая история по перелому и Страдийской ситуации, и, конечно, освобождение территории в целом. Николай Григорьевич, а правильно ли утверждать на данном этапе введения этой войны или введения оборонительных действий со стороны Украины, что у Российской Федерации основным ресурсом все еще остается живая сила? То есть, по сути, они готовы тратить своих солдат без счета этих людей, да, просто бросать их в жернова этой войны. Вот уже точные ракеты, они как раз готовы экономить. Мы сейчас четко говорим о том, что уже 50-60, а особенно высокоточных ракет, возможно, и 70% они срасходовали, или близко к этому. Воспроизводство очень медленное, комплектующих нет, поэтому они уже экономят и эскандеры, и калибры. Соответственно, даже те ракеты советского производства, которые именно били, как баллистическая ракета, соответственно, тоже в определенном дефиците. Потому что они имеют точности, не долетают, это большая проблема. Поэтому сейчас основной упор будет делать на старую технику, это танки, это гаубицы, это все средства тактического действия. То есть, это на расстоянии 30-40 километров максимум, и, конечно, это живая сила. Это та, которая сейчас садит их в танки, направляет в поляк. Вот особенно сейчас они уже чувствуют себя очень неуютно, потому что все артиллеристы, танкисты, кто на БТРах, и тем более пехота, она очень четко ориентируется, что тут возможны очень мощные удары. И Хаймер, что так сказать, и М-210, и очень мощные уже средства, которые поставляются и американцам, и британцам в плане гаубиц, например, там ракетных средств, танковые же соединения, которые сейчас формированы на нашей основе, получив со всей страны Европы, Британии, США. А Германия сейчас разворачивает все свои ресурсы, особенно противовоздушной системы ИРИС-2, которая именно ИТ, особенно важнейшая для удара по авиации, уже Россия боится. Поэтому все будут бросать на поля вот этих всех мобилизованных. Это фактически обесценит перспектив не только наступательных операций России, а и, конечно, оборудительных действий в наших территориях. Тем более, еще раз подчеркиваю, никакие деньги, которые обещает Россия, не помогут на поле боя. Они уже эти деньги не имеют цены, потому что там уже цена жизнь. И, конечно, мотивации нет, подготовки нет, это уже перспектива большого поражения. Я думаю, что мы идем к этому этапу эффективно, поэтапно. Россия не сможет именно проводить активнейшие наступательные стратегические операции. То, что говорят наши эксперты, там где-то 300-350, они не сгенерируют на это направление. Для того, чтобы они что-то могли сделать, это, конечно, нужно оголить полностью армию, а тем более ее подготовить на высоком боевом уровне. Я сам участник многих специальных операций, подтверждаю, вот это то, что мобилизировано, это фактически ничто. Закрыть масло, бросить сотни тысяч практически не сработает. Это будут только большие потери и большое бегство в перспективе. А как вы думаете, может ли на замену вот этой тактики гибридной мобилизации прийти объявление всеобщей мобилизации в России? Это то, чего многие россияне, кстати, боятся. А вот согласится ли Путин на это и при каких условиях? Может ли что-то такое случиться, что подтолкнет его к тому, чтобы сказать, все, все на войну? Путин к этому стремится. Он пытается сейчас шантажировать мир не только, так сказать, ядерными, так сказать, катастрофами, например, Запорожской АЭС, даже нанесение ядерных ударов. Вот пока что Запад такой злобный и уже готов уничтожить Россию. То есть он готовит население к таким именно моделям действия, чтобы люди были готовы. Потому что просто объявить мобилизацию. Это фактически расписаться в Советской без перспективности. То, что он обещал по Украине, заходить там за три дня или за три-четыре недели в целом, вот. Это не сработало. Большие жертвы, большие потери. Нечем мотивировать. Убийство там Дугвиной так уже не работает. На два-три дня там пошумели и все заглохло. Поэтому в данной ситуации перспективных больших нет. На крайней этапе, когда именно мы будем проводить наступательные операции, я прямо уже говорю по дальнейших направлениях, не только по югу, например, и даже Донецка, а возможно и Крымское направление, он может уже в крайней ситуации пытаться какие-то действия предпринимать. Но в данный момент, когда это наступит, это уже будет именно очень мощное ослабление режима. И в головке, в окружении Путина уже будут разные тенденции. И поэтому даже если он попытается объявить мобилизацию, она может быть неэффективна, нереальна, а тем более ударить по нему. И многие военные, которые сейчас еще терпят, еще пытаются угонять какие-то указания Путина, могут выступить против, а это может быть системный крах и Путина, и его ближайшего окружения. Николай Григорьевич, поскольку со многими конфликтами вы не понаслышке знакомы, ваша оценка ситуации, как вы считаете, возможно ли капитуляция Российской Федерации? Я считаю, что в данный момент, если мы сейчас уже очень системно разработаем именно те стратегические наступательные операции, которые позволят именно не только обесценить резервы, как мы сейчас делаем, это все мы четко признаем, а уже подготовить стратегические наступательные операции в нескольких стратегических направлениях, это очень важно. В одном прорывном, когда создать условия глобальной паники, затем, соответственно, рушатся фронты, например, на востоке, на юге, это уже перспектива освобождения и территории нашей страны в целом, и возможно, и освобождения территории Крыма. Вот эта ситуация, это уже капитуляция. Если это будут глобальные, как бы, проигрыши Российской Федерации, это конец путинскому режиму и практическому режиму России. Это уже перспектива смена и режима, даже устроя, возможно, так сказать, территориальных форматов Российской Федерации. Но это зависит и от нас, очень мощно от вооруженных сил, и эффективной модели планирования сейчас на этом этапе уже специальных операций на осень, возможно, на зиму даже, это перспектива. И, конечно, виднее сил наших партнеров, что мы тут действовали решительно, а не пытались какие-то альтернативы искать, отступать по определенным направлениям. Если вот раз в годы штатания, прямо скажу, или внутренний, различный, политический, операционный и тому подобное, внешний, это на интересах противника, это не приведет к тем системным победам, о которых мы говорим. Поэтому затяжная война, позиционная война, я думаю, что этот вариант не для нас. Мы должны обвинять силы и здесь, очень эффективны, очень мощно отработать союзниками в высокоточном вооружении техник, которые эффективно использовать, и, конечно, объединить силы наших партнеров. И в экономическом формате, и в санкционном формате, и в экологическом, энергетическом. То есть все вопросы мы должны сгенировать, как мы действуем вместе. И, конечно, создать условия для падения режима Путина. Спасибо, Николай Маломуж, генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины. В прошлом все четко по полочкам разложил, как и подобает военному.